МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нурджакен. Сегодня в программе. Сама ликвидация. Террорист подорвал себя при задержании в Балхаше. Связан ли этот случай с событиями в Актубе? Источник найден. Возле села Иркендык нашли бесхозный скотомогильник, предположительно зараженный сибирской язбой. Дети или товар. Двухлетнюю девочку из Балхаша, которую пыталась продать собственная мать, теперь хотят забрать родственники. И снова терроризм. В Балхаше пресечена деятельность радикальной группы. В ходе антитеррористической операции один из экстремистов произвел самоподрыв. Другие члены группы задержаны. Идет расследование. Рассылка о заложенных бомбах в четырех местах в Балхаше и поселке Гульшат, а также задержание девяти экстремистов, начало появляться в мессенджере в WhatsApp с 26 июня. Но спецслужбы до последнего провергали ее. 29 июня на сайте Комитета национальной безопасности появились первые отголоски. Сотрудники Комитета выложили пресс-релиз. Из сообщения следует, что пресечена деятельность радикальной группы, которая планировала террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств. Один из террористов произвел самоподрыв и от полученных ран скончался. Других жертв и пострадавших нет. Остальные члены группы задержаны. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. Спецслужбы заявляют, задержанные радикалы не связаны с терактами в Ак-Тубе. Жительница Балхаша Назым Кауменова рассказала, как это было. В самом городе Балхаш вчера было массовое задержание вот этих вот ваххабитов, да, и на станции Балхаш там говорят, это частный дом, как по дороге в депо идешь, это частный сектор, и там, говорит, в общем, целый арсенал был. И, говорит, вот этих вот, именно вот этих вот мусульман-ваххабитов, говорит, ну, как бы задержали. Ветеринары нашли предположительный источник вспышки сибирской язвы. Возле села Яркендык обнаружен бесхозный скотомогильник, который, по мнению специалистов, может быть заражен сибирской язвой. Об этом сообщили в областном управлении ветеринарии. Образцы почвы отправлены на экспертизу. Бесхозное захоронение животных, предположительно зараженное сибирской язвой, обнаружено вблизи села. О существовании старого скотомогильника сообщили аксакалы. Специалисты уже взяли пробы оттуда. Они направлены на экспертизу. Результат будет известен через два дня. Бактерии этой болезни могут распространяться через почву, поэтому будут изучены все версии. Сейчас пробы почвы найденного скотомогильника направлены в стомодальный дифферентный центр. Ждем результатов. В Карагандинской области решен вопрос по погашению задолженности перед рабочими компаний «Гефест». Об этом сообщает управление внутренней политики Карагандинской области. Напомним, что с 2015 года группа компаний «Гефест» испытывала экономические трудности. Это привело к сокращению производства и рабочих мест. Сокращение производства в группе компаний «Гефест» привело к росту задолженности заработной платы перед рабочими. С начала 2015 года размер долга по заработной плате составлял 102 миллиона тенге. Было сокращено 103 работника. Это вызвало недовольство в коллективе, провоцируя протестные акции. Для стабилизации ситуации местные исполнительные органы предприняли ряд превентивных мер. В частности, был начат поиск новых рынков сбыта, трудоустройства высвободившихся рабочих. Была достигнута договоренность с руководителями банков и услугодателями по отсрочке погашения кредитов и коммунальных платежей. Благодаря принятым мерам местных исполнительных органов компания заключила договоры на поставку продукции с предприятиями на внутреннем и внешнем рынках. Продукция «Гефеста» реализуется на такие предприятия, как Централ Азия Цемент, Караганда Энергоцентр, Арселор Митал Тимиртау. Увеличен товарооборот продукции на предприятия Российской Федерации, Магнитогорский металлургический комбинат, предприятие Южный Кузбасс. Усилиями местных исполнительных органов была также достигнута договоренность с Арселор Митал Тимиртау о выплате задолженности перед компанией «Гефест», а в первой половине мая нижегородское предприятие «Билон» осуществило оплату за отгруженную продукцию. Указанные средства способствовали погашению задолженности по заработной плате за апрель текущего года в полном размере. На сегодняшний день задолженность за май в размере 37,7 миллионов тенге полностью погашена. Работа в группе компании «Гефест» стабилизирована, сообщает Управление внутренней политики Карагандинской области. Родственники двухлетней Гулим, которую пыталась продать родная мать, хотят вернуть малышку. Ее воспитанием намерена заняться бабушка. Она признает, дочь совершила ошибку и тут же оправдывает не по своей воле. Мать и бабушка винят во всем отца девочки, мол, идея принадлежала ему. Они лишь хотели улучшить жизнь ребенка, отдав ее в состоятельную семью. В непростой семейной истории разбиралась Аймамрина. Вот уже около месяца маленькая Гулим находится в детской больнице в Балхаша. Ее сюда отправили полицейские, перехватив при попытке продажи. Для этого им пришлось разыграть целый спектакль, представившись мнимыми покупателями. По версии стражей порядка, родная мать оценила девочку в 30 тысяч тенге. По словам бабушки, продать Гулим предложил отец ребенка. Он лично занялся рекламой, развесив объявления. Покупатели нашлись сразу, приехали, договорились. Женщина приехала по имени Айнур, плакала, просила отдать Гулим. Ребенку нужна операция на ногу, она сказала, что уже платила ее, договорилась с клиникой. У нее у самой детей нет, и мы подумали, почему бы не помочь человеку. А так-то я зарабатываю, дети зарабатывают, в деньгах особой нужды нет. Обманули нас просто. Я очень люблю свою внучку и хочу, чтобы она вернулась домой. Мать Гулим рассказала, что раскаивается. Продавать ребенка она не собиралась, хотела лишь пристроить дочь. А ее подставили. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. А вы вообще хотели продать ребенка? Нет, нет, нет. Это подстава была. А почему вы не забираете? Ну, там все добавится, топливные, топливные. Ну, вы вообще хотите забрать ее, да? Да, да. В управлении здравоохранения рассказали о состоянии здоровья девочки. По словам медиков, Гулим абсолютно здорова. Ее изредка навещает бабушка. Мать девочки на контакт с врачами не идет. Окончательную судьбу малышки решат только после завершения досудебного расследования. Айям Амрина, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Сегодня в Астане состоялся круглый стол на тему в прокуратуру «Лучшие кадры», организованные генеральной прокуратурой. На протяжении всего мероприятия велась прямая трансляция в онлайн-режиме со всеми областными прокуратурами страны. За круглым столом рассматривались проблемы подготовки новых кадров, поэтому главными гостями стали лучшие выпускники вузов и юридических факультетов. Генеральный прокурор выступил с презентацией новых подходов к отбору кандидатов на службу в прокуратуру. Главными болевыми точками кадрового обеспечения органов прокуратуры Жакий Пасанов назвал несовершенство отбора и субъективм при приеме на работу. Существующие сегодня процедуры не позволяют адекватно оценить профессиональные и личностные качества кандидаты. Исходя из этого, новшества нацелены на внедрение лучших HR-технологий в процессе отбора кадров. Главного кандидатов на кандидатуре принимает около 300 новых сотрудников. Вызов выпускает 30 тысяч юристов в год. Опросы показывают 60% отборских кто хотят устроиться в кандидат. Выходят 60 человек на одно место. Это не считая кандидат. Судя по цифрам, к нам должны попадать только лучше и лучше. Однако в реальности это не так. Конечно, большинство наших коллег сегодня это профессионал. Но бывают приходят люди, неподготовленные, корыстные, вырученные профессии кандидаты. Для всестороннего и полного изучения личностных и профессиональных качеств кандидат должен будет выполнить определенные задания, а также пройти психологическое обследование. Кандидаты пройдут специальные тесты, которые позволят определить IQ претендента, индивидуальные особенности, личности и полный психопортрет. Психологи также выявят мотивацию, реальное желание принести пользу или только личные интересы. Вообще мечтала работать в прокуратуре. Мне очень нравится там. И вот сегодня затронули проблемы поступления туда на госслужбу. И вот все эти мифы про связи разрушились, конечно. И вот сейчас говорят про честное поступление на госслужбу. Вообще мне нравится в сфере уголовных дел, вот эти разбирательства. Получается, мне это само и все интересно. И ну как бы захотелось туда. Оценивать описание жизненного опыта, эссе и выполнение кейсовых задач будут эксперты из Высшей школы государственной политики Назарбаев университета. Все работы будут зашифрованы. Кандидат не знает, кто его оценивает, а эксперт, чью работу он оценивает. Такая независимая оценка будет обязательной при приеме на работу. Предлагаемые нововведения призваны повысить эффективность отбора кадров. Ведь работа прокурора – это в первую очередь общение с людьми. И здесь важно, как он умеет выражать свои мысли. Без нестандартного гибкого умышления сотрудник просто не сможет генерировать идеи. Асель Сазымбаева, Жаксулык Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Укрупнение энергопередающих организаций. Этот процесс позволит улучшить качество передачи электроэнергии, также унифицировать тариф. На площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. Разные тарифы на электроэнергию наблюдаются не только в рамках Карагандинской области, но даже в одном населенном пункте и причина этому большое количество энергопередающих организаций. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Улантай Усенов. Всего в Карагандинской области работает 34 энергопередающих организаций. Власти предлагают оставить лишь три путем укропнения предприятий. По мнению чиновников, это позволит унифицировать тарифы на электроэнергию и повысить качество услуги. Электричество является одной из основных видов энергии. Прекращение, подача негативно сказывается на жизнедеятельности. В областном управлении энергетики предложили ввести ответственность, вплоть до уголовной, за необоснованное отключение света. Еще одной из проблем в энергоснабжении Карагандинской области названы бесхозные электрические сети. Таковых в регионе около 300 километров. Эти сети необходимо передавать на баланс крупных энергопередающих организаций. По мнению Улан-Тая Усенова, все эти меры позволят улучшить качество поставки электроэнергии, унифицировать тариф, а также в полной мере реализовать программу энергоэффективности в Карагандинской области. Продолжаем выпуск. Чиновники, депутаты и предприниматели посетили детский сад Ахжаркан. Для гостей организовали ознакомительную экскурсию. Детский сад действительно впечатляет. Современное оборудование, соляная шахта и высококвалифицированные педагоги. Кроме того, этот частный детский сад вмещает 320 воспитанников. Сейчас мы пройдем немножечко по территории. Так же, как и любой дом, квартира начинается с вешалки, так же у нас детский сад начинается с территории. Мы вам покажем, расскажем, как тут было, как тут стало. И к тому же у нас вот буквально сегодня подведение итогов конкурса на лучшие детские площадки, детская площадка летняя. Вы пройдете, все это оцените, посмотрите. Мы зайдем в здание, мы вам проведем экскурсию небольшую. Мы вам покажем нашу презентацию, какими были, какими стали. Общая площадь детского сада – один гектар. Двухэтажное типовое здание, построенное в далеком 1968-м, пустовало на протяжении 20 лет. По всей территории рассыпаны 12 детских площадок, рассчитанные на каждую группу. Как говорят сотрудники дошкольного учреждения, родители принимали активное участие в благоустройстве площадок. Из подручных средств мастерили декоративные украшения и качели. Детский сад открыт был 1 октября 2015 года. После пятимесячного строительства, реконструкции детского сада, бывшего детского сада «Надежда», распахнул свои двери для дошкольников. В настоящее время наполняемость детского сада 320 детей. Дети находятся в детском саду по государственному заказу. Режим работы наш с 7 утра до 7 вечера. Включает пятиразовое питание. Также у нас внедряется углубленное изучение языков – казахского и английского в русских группах, и в казахских группах русского языка и английского. Столовой здесь нет, поэтому кормят детишек в группах. Продукты закупают исключительно у местных товаропроизводителей. Питание обходится дороже, чем в государственных детских садах. По примерным подсчетам, на одного ребенка необходимо около 10 тысяч тенге в месяц. В дошкольном учреждении также имеется собственная котельная, прачечная, спортзал, изостудия и актовый зал. В медицинском кабинете работают настоящие профессионалы. Существует временный изолятор, тубусный класс и соляная шахта. Большую поддержку в реконструкции детского сада оказал фонд «Дому». Сегодня на попечении фонда семь подобных проектов. И как фонд «Дому» я должна сказать, что он открылся не без нашей помощи. Потому что вы прекрасно знаете, что фонд «Дому» оказывает поддержку предпринимателям малого бизнеса. Когда им не хватает залогов, то до 50, иногда, если это стартап-проект, до 85 процентов он предоставляет гарантию банку. И потом, для того, чтобы снизить нагрузку на денежные потоки, на расходы предприятия малого бизнеса, мы оказываем субсидирование процентной ставки. Так вот, этот проект, самое главное, вот я везде об этом говорю, фонд «Дому» не выдает кредиты. Кредиты выдают банки второго уровня. То есть вы приходите в банк и доказываете, что ваш проект жизненный, нужный, востребованный, окупаемый. Всего в детском саду 12 групп. Одна из них коммерческая, все остальные по государственному заказу. Занимаются с ребятишками 24 высококвалифицированных воспитателя. Ежедневно с детьми занимаются психологи и логопеды. Садик посещают детки с полутора до шести лет. Акжар Кын в рейтинге лучших дошкольных учреждений Караганды занимает пятое место. «Хотелось бы, чтобы все наши садики, конечно, вот были не ниже, не то что ниже, вот именно такого уровня, это было бы вообще здорово. То есть мы сегодня увидели отремонтированное здание, мы увидели то оборудование, которое сейчас вот именно в детских современных садах, оно должно быть. Мы увидели, в каком состоянии площадка садика. То есть это, прежде всего, это безопасность наших детей, это возможность родителям работать, потому что, раз детки маленькие, это родители молодые, им надо работать. И вот открытие такого садика именно в городе, в районе Пришахтинска, это огромный-огромный плюс». Планов на предстоящий год дошкольного учреждения достаточно. Один из них – создание филиала университета «Балашак». Это планируется для того, чтобы студенты могли проходить практику без затруднений. А руководство детского сада заинтересовано в поисках будущих специалистов. После ознакомительной экскурсии воспитанники детского сада приготовили небольшой концерт для гостей, где продемонстрировали свои таланты. А сердце Зымбаева и сломбекоспан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. И последнее на сегодня. Одна капля крови может спасти жизнь. Акции по добровольной сдаче донорской крови стали доброй традиции для полицейских областей. Стражи порядка проводят ее каждый год. Вот и в этом году около 30 сотрудников органов внутренних дел города Караганды сдали кровь в пользу тех, кому она жизненно необходима. Подробности далее. Сегодняшнее утро полицейских началось не как обычно. Вместо привычного ритма несения службы они собрались в центре крови. Полчаса времени, 450 миллилитров крови и чья-то жизнь будет спасена. Старший лейтенант полиции Берег Бектасов сдаёт кровь не впервые. Полицейские считают это своим долгом. Помочь нуждающимся в донорской крови может каждый. Главное тщательно следить за своим здоровьем. Личный состав батальон дорожных патрульных полиций, подразделение УВД города Тимиртал. Не только занимается охрана общества порядка и раскрытие преступлений, но и на постоянной основе участвуем в таких акциях, оказываем помощь пострадавшим. Помощь нуждающимся в донорской крови и популяризация донорства – основная цель акции. Кроме этого, сдача крови – это пожертвование в пользу пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. Специалисты областного центра крови отмечают, что сотрудники внутренних дел – одни из самых инициативных и активных доноров. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин